Ну, пока он запустит. Да, запись включил, все, вы можете начинать. Ну, дай мне права делиться. Еще минуты две, мы сейчас начнем. Дал, 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 все. Спасибо. И на Фейсбук ты хотел сделать запись. Подожди, но не все сразу, блин, начинайте. Ну, и хорошо, значит, на Фейсбук будет задержка. Добрый день всем, мы продолжаем наше совместное изучение Тары в рамках проекта Бритулам «70 ликов». И сегодня у нас несколько тем. Моя тема, которая касается Вилонской башни, тема Дмитрия, которая касается Тереха, и о Нолахе будет говорить в конце. Натан, и сейчас я хочу сказать пару слов предварительных по поводу того, о чем я буду говорить. Я уже в прошлый раз рассказывала о подходе Рава Бройера, который вычленяет в Таре разные аспекты, разные категории. На основе того, что два начала Тары, оно предваряется двумя главами, каждый из которых выражает определенный аспект божественного управления. И это некий пример, некий архетип того, что в Таре очень часто можно найти в одной истории несколько историй, или одна история, которая рассказывается несколько раз, или повторяется в разных книгах и так далее. И пользуясь таким методом, Рав Бройер очень часто находит в разных историях разные аспекты. В нашей истории, в истории потопа, он тоже использует этот метод и находит в нем две разные истории. Я объясню, на основании чего довольно кратко придется объяснить, потому что это длинный анализ, в котором много текстуальных тонкостей. Но, тем не менее, основные аспекты я объясню, на основании каких вопросов он приходит к выводу, потому что это весь тот. Все эти противоречия, которые он вычленяет, действительно можно разрешить, можно объяснить. Но подход Рав Бройер такой, что не случайно, повторяя, не существует. Они как бы подталкивают нас к тому, чтобы увидеть разные аспекты, разные категории, разные модели, скажем так. В конечном итоге, когда раскладывает на множители Рав Бройер эту историю, он в конечном итоге говорит, ну, конечно, если мы хотим понять, что там было на самом деле, о чем история рассказывает, нам нужно соединить эти два подхода. Но изначально, чтобы понять, какой взгляд на эту историю возможен, он разделяет ее на две части. И то, что я хочу сделать, после того, как мы посмотрим на то, какие две истории вытекают из этого рассказа о Вилонской башне, мне интересно было бы узнать ваше мнение, к чему их можно применить, как их можно трактовать, потому что, тем не менее, они остаются некоторыми, так сказать, моделями. Эта модель может потом в различных исторических или современных явлениях притвориться. И начну я с того, что я сейчас поделюсь с вами. Тут у меня есть эта история, которую мы прочтем. Вот эта история, очень недлинная, да, и был. Получается так, что в переводе оно переводится по-разному, да, и был на всей земле один язык, и слова одни. И дальше идет опять войги, но оно переводится другими словами. И вот при этом в переводе действительно теряется вот этот вот намек на то, что есть здесь два начала, да, и было, вернувшись с востока, они нашли долину в земле Шинар и поселились там. И сказали друг другу, давай наделаем кирпичей и обожжем огнем, и стали у них кирпичи вместо камня, и горная смола была у них вместо глины. И сказали они друг другу, давайте построим себе город и башню угловой до небес, и сделаем сей имя, чтобы мы не рассеялись по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, в которой строились цены человечества. И сказал Господь, ведь народ один, язык один у всех, и вот что они начали делать, а теперь для них начали делать, не будет недостижимо все, что они не задумали. Сойдем же и смешаем их в язык, чтобы они не понимали друг друга. И рассеял Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. И поэтому наречено ему имя Бабель, ибо там смешал Бильбель, Господь и язык всей земли, и оттуда рассеял Господь по лицу всей земли. На первый взгляд нет такого ощущения, что есть двойственность. Если мы будем присматриваться внимательно и задавать вопросы по этому поводу... Ой, секунду, я не совсем сделала то, что я хотела, но просто удобно. Ладно, неважно. То тогда у нас могут возникнуть довольно много разных вопросов. Вопросы эти... Я очень немножко на своем компьютере закопалась. Сейчас. Да. Я тут записал себе вопросы, чтобы не забыть какие-то случайные, но оно мне почему-то не поднимается сейчас. Да, еще перед тем, как я перейду к противоречиям или сложностям в тексте, в котором Раф Бройер находит двойственность, я хочу заметить нечто о смысле города. Когда я переводила книгу... Ну, когда мы читали книгу «Маниту», мы до этого не дошли, но там есть в комментариях «Маниту» Равашкина-Зи на книгу «Берешин», там есть такое место, когда говорится о Канье, что он стал строить город и назвал этот город именем своего сына Хану. И «Маниту» разворачивает на основе этого краткого предложения огромный комментарий, который говорит, вот вместо человека, имя которого Хану, вместо личности, у нас появляется городская культура, обезличивающая человека. Очень длинно он описывает это все. И не совсем понятно, почему из одного такого краткого предложения он делает длинный вывод о том, что город – это нечто, что нивелирует личность и ставит на ее место интересы общества. На самом деле, если мы свяжем это с Ивановской башней, то по всем мнениям, то, что происходило со строителем Ивановской башни по Медрашам и по современным комментариям, мы увидим, что одна из главных проблем была нивелировка личности, что построение этого города привело к тому, что общественное действие стало более важным, чем личным. И в этом смысле понятно, каким образом само слово «город» оно уже означает нечто такое, что символизирует вот этот приоритет общественного надлечения. И поэтому задним числом он также понимает намеки в предложении про Каина, который начал строить город. Но сейчас перейдем к вопросам, которые у нас есть. Во-первых, мы видели в ИГИ, что у этой истории было два начала. То есть в одной истории мы говорили о том, что был один язык и слова одни, а в другой истории мы говорим о том, что они двинулись с востока и пришли в какую-то долину. То есть понятно, что если задуматься, это говорится о совершенно разных явлениях. В одном предложении говорится, что по всей Земле был один язык, а в другой, что они какая-то группа людей, может быть, большая группа, может, все человечество, которое осталось после потопа и размножилось, двинулось с востока и пришло в некоторую долину, где оно решило обосноваться. И ощущение такое, что в первом случае действительно мы говорим о человечестве, обо всем, которое уже рассеялось по всей Земле, но у них до сих пор сохранился один язык. По мнению Рава Брая, это некоторая особенность, которую Тара подчеркивает, потому что, в принципе, если народы рассеяются по Земле, у каждого из них образуется свой язык. Но Рава Брая говорит, что вот то, что подчеркнуто, что у них был один язык, это говорит о том, что Бог сделал на такую милость, что они продолжали, у них было какое-то взаимопонимание, возможность кондиоттировать одним с другим. И при этом мы должны понимать, держать в уме все время, какова цель была творения вообще. Мы знаем, что творение начинается с единства и в мире это единство отражается множественностью. С самого начала творения все время у нас увеличивается количество творений, их становится все больше и больше. И то же самое с человеком, владетель, размножатель, и появление разных семей, это входит в цель творения. Чтобы в нашем мире были разные семьи, разные подходы, разные стороны, разные ментальности. но тут, как мы видим, этого нет. Это отсутствует. Даже если мы считаем, что люди размножились по всей земле, у них один язык, и они не хотят или не могут осознать особенности разных семей, к примеру. второе. Когда говорится о построении башни, непонятно, в чем была цель. С одной стороны, сказано, что цель была сделать имя, а с другой стороны, чтобы не рассеять. И понятно, что, скорее всего, сделать имя, то есть прославиться, вознести свою культуру, как бы, возвеличить свою культуру, скажем так, это одно. А не рассеяться, это совершенно другое. В каком-то смысле, это может быть даже противоречащие друг другу вещи. И третье. Когда мы говорим там, что Господь спустился, Он спустился, чтобы посмотреть, какую они сделали башню. Однако, потом, когда говорится о том, что Он посмотрел, Он говорит, Господь, вот они начали делать, еще никакой башни нет. Так куда же Он спустился, чтобы посмотреть башню? А теперь для них не будет недостижимо. То есть, башня еще в этот момент не построена. И город, и башня. Это только в планах. То есть, в одном случае они уже башню построили, а в другом случае они не построили. Больше того, потом еще раз есть написано, хотя мы уже видели, что Господь спустился посмотреть и сказал в результате то, что Он увидел, еще раз написано и сошел Господь. Еще раз. То есть, опять мы видим как бы разные отрывки, которые относятся к разным историям. И далее. Он сказан и смешаем их язык, да, а когда реализовывается, не сказано, и рассеивают Господь оттуда по всей земле. Еще один вопрос. Представляете, что, в общем, одной из главных проблем была башня, которая касается, доходит до неба, но в конечном итоге о том, что башню разрушили или башню не достроили, ничего не сказано. Сказано, результат был какой, они перестали строить горы. Надо сказать, наверное, что интересно заметить в скобках, да, что значение это слово бавэль, оно совсем не бельбур. Изначально значение бавэля это ворота небес. И это, так сказать, подтверждается, так сказать, мифологией месопотамской и так далее. То есть бавэль, врата небес. А Торак как бы издевается над этим, он говорит, вы хотели, чтобы это были врата небес, а мы здесь сделали вам смешение. Кроме того, там, может быть, я уже сама думаю об этом, не говорю, что там есть все время некая двойственность внутри даже предложения, когда в одном сказке был у них один язык и слова один. Это не совсем одно и то же. Возможно, язык имеет отношение именно к средствам коммуникации, способности понимания друг друга. дворимых едим, потому что слова одни, это не совсем даже слова, это нечто, как бы идеология одна или законы одни. Асэрли Клибро, 10 речений, это законы, которые Всевышний дает Израилю. И теперь посмотрим, как можно разложить то, что мы видели на две истории. Вот получается два рассказа. Как будто есть у нас рассказ о смешении языков. И было по всей земле один язык. Мне так кажется, слова одни, мне кажется, надо поставить скобки, но я все-таки иду, пора в убровь, руках он разделил. И слова одни. И сказали друг другу, давайте наделаем кирпичевым большим огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а годная смолостала у них вместо глины. технология, понятно, может быть, участвовать в обоих историях, так она приблизительно работает. А может быть, это только в одной из историй. Это уже, как сказать, можно с этим играть. И сказали друг другу, давайте построим себе город и башню, главой до небес, и сделаем себе имя. Опять же, мне кажется, что город это относится к тем, кто рассказывает смешение языков, что вот в этой культуре, которая рассеялась по всему миру, они хотят построить город, то есть они хотят построить такую культуру, в которой важно сама культура, а личность теряется, а важно это некое идеологическое относится ко второму случаю, когда они решили окопаться в некотором своем закрытом месте. Но неважно, про это не говорит, но это мне так кажется. И сказал Господь, ведь народ один у всех, и что они начали делать, и теперь для них не будет недостижимо все, что они задумали сделать, сойдем же и смешаем там языки, чтобы они не понимали друг друга, и результат они перестали строить город. В общем-то, это тоже из Рауа Бройера, так что результат такой, что они перестали строить город, это результат истории про смешение языков. И поэтому нарешено ему имя Бавель, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассел Господь по лицу всей земли, то есть последний стих, он как бы объединяет две истории. Есть два результата. Один смешение языков, а второй рассеяние. Вы хотели остаться в одном месте, а вас рассели, это мы сейчас увидим во второй истории. И случилось, двинувшись с востока, они нашли долину, и поселились там, и сказали, давайте построим себе город и башню. Но на самом деле они там строят башню, некоторые идеологические конструкции такую, а может быть вышку, не знаю, главой до небес, чтобы мы не растянулись по лицу всей земли. То есть их намерение здесь не сделать имя, а не рассеяться, остаться вот там в своем закрытом, в своей закрытой культуре. Я не знаю, может быть мы найдем пример в современном обществе, где есть такие страны, в которые невозможно выехать оттуда и не рассеяться оттуда. И они строят собственные башни. И сошел Господь, посмотрел город и башню. Вот тут он сошел посмотреть, потому что город и башня уже есть, собственно. А потом рассеял их по всей земле. И поэтому наречено им обаэль и так далее. То есть таким образом у нас получается две разные истории. И у каждой есть некоторый свой характер. Если понятно, что я хочу сказать, что эти две вот такие панорамные видения или многомерные видения в одной истории двух частей, оно позволяет нам построить две модели восстания против Всевышнего. Одна модель открытая такая, которая распространяет свою культуру по всему миру, но при этом в ней нет многообразия того, что в общем-то нужно. Она единая, она ненасильственная, никто никого не закрывает насильно, тем не менее в ней очень многого не хватает. В ней не хватает индивидуальности, в ней не хватает личности, может быть, и особенностей каждого народа. а другая культура закрытая такая, в которой есть некоторые правильные диалоги ведущие, которые не позволяют, не хочет видеть, скажем, во всем окружающем мире враждебное, не хочет выполнять вообще в принципе против многообразия. Как раз возможно в этой культуре как раз и это единство, оно навязанное, а не естественное. хотя это в общем-то все зависит от того, какие модели мы, какое значение мы продадим этих моделей. Надо сказать, что на самом деле есть различные совершенно комментарии по поводу того, чего они хотели добиться. Некоторые комментарии говорят, что они хотели восстать против неба. Их идеология была восстанием против Всевышнего, нежелание следовать его повелениям, его путям. А есть комментарии, которые говорят, что они наоборот, они были очень-очень все праведные, они были в ужасе от того, что произошло после потопа, когда там было жуткое разобщение, вражда и все такое прочее, они решили, у нас теперь будет мир, мир и жвачка, и все, и вот мы теперь все будем едины, и вот сразу придет избавление. Мы построим в этом комментарии, есть такой куберистический комментарий, что они хотели построить эту линию от земли до неба вот сейчас. Шалом Ахшар. Сегодня, мир сегодня, коммунизм за 20 лет. Нет, не важно. Мы вот сейчас реализуем мечту человечества, хотя на самом деле они от нее находились очень далеко. То есть они хотели привести вот сейчас немедленно божественный свет сразу сверху вниз. И это не соответствовало планам Всевышнего. Планам Всевышнего соответствовало то, что история должна быть длинной, что единство раскрывается через множественность, и человечество должно пройти еще длинный путь, пока оно дойдет до цели своего творения. Ну, вроде бы все. Это то, что я хотела сказать. Мне бы хотелось услышать ваши отзывы. Можно вам сказать на ошибку двухтысячелетнюю? В 2000 лет существует ошибка, которую ввел с легкой руки переводчик на торгу псевдо-йонатан, который непонятно, Йонатан или не Йонатан переводил. Ну да, это да. Что-то называется торгом Йонатан. Самое большое заблуждение, что Бавель это смешивать. Это не смешивать. Как я же сказала, но тут все гораздо хуже. Вы сразу привели точку зрения Равошерки, и все, вопросы отпадают. Равошерки говорит. Не только Равошерки, это известная вещь. Я думал, вы впервые услышали о Равошерки. Он сказал, что конечно же там у нас акадская, семитский язык, непонятно в какую глубину он идет, Баб-Иль, то есть ворота бога. Ну знаешь, это нормалист уже, Баба-Батра, что это означает? Конечно, да-да-да. первые ворота. Во всех семитских языков есть такая фраза. А дальше просто говорит Равошерки, ретроспективно Всевышний называет Бавель, потому что оно уже было раньше Бавель, ему нравится имя. Он приводит пример в виде Якова, который и сам назвал Якова. Ах, ты ж, Яков, и здесь ты меня обошел. Игрослов Ляков. Но это тоже точка зрения не такая убедительная. Смотрите, вот логически, как можно размешать то, что едино? Размешать, смешать, можно то, что раз, два, три, четыре, пять. Винегрет взять из трех частей и размешать. Но если у нас что-то одно, как мы его можем размешать? Логично, логично, очень интересно. Это значит, что есть два корня. Есть корень Бэт Ламэт Ламэт, это действительно размешать, как все предлагают. А есть корень Бэт Ламэт Гэй, это испортить. Бань. Смотрите, Мабуль, это то, что портит. Потоп. Например, Невела, падаль, это то, что испорчено. То есть, Балаль, вторая буква Это испортил. Вторая буква, да, и он получается действительно, я сейчас спущусь и испорчу им язык. Это лучше, чем размешал. Это логичнее. Логичнее, да. Спасибо. И тогда все меняется совершенно. Бавель называется не потому. Он испортит в два раза сильнее. Это все очень хорошо, конечно, Дима, но тем не менее... Я хотела сказать, что тем не менее эта ирония остается. Вы хотели сделать здесь ворота Бога, а я вам сделаю здесь порчу языка. Спасибо. Окей. Ну, просто, когда вы услышите, что Бавель называется, потому что смешал, это абсолютно... Ну, так переводится. Традиция перевода, она немножко... Привыкли за 2000 лет. Привыкли, да. Да, на самом деле. Спасибо. Ну, что? Хамай, а я вот хотел спросить... Добрый вечер. Добрый вечер. Хотел спросить вот эту фразу, где про технологию. Там же, наверное, не только технология, но... Причем здесь кирпичи вместо камней и смола вместо глины. Ну, допустим, насчет глины можно предположить, что здесь имеется в виду слово Адам, то есть что-то стало важнее, чем человек. А в первом случае противопоставление камня к кирпичи, какой в этом смысл? Ну, я думаю, что это... Мне кажется, я не знаю, я это серьезно не вникала, но мне кажется, что с развитием технологий, с способностью делать кирпичи у нас появляется возможность больше строить. На самом деле, Бавель, сам Бавель, он был построен на таких саманных домах в древности. И они были очень неустойчивые такие. Если было наводнение, то оно размывало эти дамы. А тут у них есть продвижение. Продвижение. Можно я попробую объяснить? Давайте, давайте. Я недавно этим просто занимался, там это в сайте Берковича прочитает, может, там написано. я попробую вообще сказать, что сам метод может быть еще несколько другим постижением и толкованием Торы. Поскольку Тора это некий всеобщий архетип, некий парадигма, который бы создавала жизнь, условно говоря, то мы можем это просто в нашей жизни увидеть конкретные примеры и от них вернуться и пытаться понять, что имело ввиду Тора. Конечно, здесь речь идет об идеологии, речь идет об искусственном, попытке искусственно обустроить мир. То, что мы очень хорошо знаем, да, из коммунизма, из фашизма, из других разных утопий, все это нам очень хорошо известно. И есть даже более такие серьезные намерения, я приводил пример там, значит, о том, что вот такой философ Виттгенштейн, я не знаю, знают, знакомы с ним, нет, который решил, будучи учеником Рассела, значит, создать такой уникальный язык, в котором, значит, не будет противоречия и который, значит, язык науки и не будет никаких этих метафизических философских проблем, да, то есть это такой строгий такой язык, который, значит, которым необходимо пользоваться и чтобы избежать всяких заблуждений, которые он считал, что идут от языка, но в конце концов он ушел от этой проблемы, он, из-за этого ничего не получилось, получилось быть точно, башня, значит, вавилонская, все разрушилось, он вернулся к исследованию естественного языка, то есть, кроме того, что я, значит, это нашел, я потом искал в Медрашах, поскольку были бы всякие там сомнения, и нашел Турат Хаим, это книга, значит, которая от Кабалы отталкивается, и там, значит, Кабалистическая... Кабалы, Раб, как его звать? Забыл Каба. Маток, нет, нет. Арье, Арье, как его зовут? Арье, Живая Тора, Арье Каплан, не, 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 не важно, давайте... Я сейчас соскользнула с языка, да. Его просто называют по его книге, поэтому... но он современный автор, поэтому... И он говорит о том, что согласно Кабале, значит, буквы... Арье Каплан, Арье Каплан, точно. Арье Каплан, да, что буквы, они понимались как кирпичи, да, то есть, то, что, значит, был Вашон Акодыш, из которого, как бы, создан мир, то есть, они пытались с помощью этих кирпичей, они, как бы, пытались создать новые слова, новые понятия, вот, чтобы, так сказать, перестроить, как бы, Вселенную, да, духовно ее, как бы, переориентировать. Вот, то есть, это полное совпадение с тем, что мы находим реально в нашей жизни, вот, все это мы знаем. Все эти идеологи, кстати, интересно, переводится, значит, Немрод, Немрод, которого можно считать, как бы, первым пропагандистом, да, который вот решил собрать народ и сделать этот город и башню, вот, он, известно, что он был, он ловец, а вот по-русски это ловкач, да, пропагандист ловкач, ловкач, он тоже содержит в себе как бы корень лов, ловить, да, улавливать. Вот, и то, что здесь как бы два рассказа, на самом деле, это, в общем-то, мне кажется, это все очень интересно, Эмиль, действительно, я просто хотела некоторый метод, который я начала рассказывать, показать, как он работает, то, что мы видим, здесь два рассказа, это два разных архетипа, и мы видим это тоже в истории, что разные типы восстаний против божественного плана, они бывают в разной форме, тупиковые случаи, они разные, и мы видим разные культуры, с одной стороны, есть такие культуры, как советская или корейская, которые закрыты, и которые провозначают себя и не только здесь, в некоторых сектах, я понял, я хотел об этом сказать тоже. Они, они единственное, что они правы, а весь остальной мир ошибается, они такие закрыты, а с другой стороны, мы видим эту общественную культуру, глобальную деревню, которая тоже нивелирует личности, нивелирует различия, и это тоже противоречит божественному плану. Это я как бы вкратце хочу подвести итог к тому, что я хотела сказать. И на самом деле, нет в чистом виде ни то, ни другого. Ну, очень редко сейчас. Обычно есть сочетание того и другого. Смотрите, я хотел сказать, вот именно исходя из того подхода, который я, значит, объяснил, что есть такие вещи, которые как бы то, что называется бодиават, то есть то, что бавили, это смешение, это как бы сама, нет такого, что вот есть язык, есть перевод. То есть иногда бывает, что слово вступает в язык уже с каким-то новым значением, возвращается к нам по-новому. То есть теперь нарицательным уже стало именно бавиль как смешение, бельбуль. Бое слово возвращается в язык в другом уже значении. Теперь оно именно, несмотря на то, что это были ворота небес, стало смешением. То есть теперь это получило новый смысл. Так же, как мы говорим, о коммунизм, это великое будущее, а теперь мы говорим, коммунизм, это утопия. Язык меняется, язык как бы меняется. Это интересно, да, действительно. А изначально как бы это все получалось, почему был общий язык и все. То есть я так это себе представляю, что люди как бы были очень озабочены, то есть узнав историю потопа и всего, что случилось, они, конечно, боялись. И несмотря на то, что было обещание Всевышнего, что больше не будет, и есть рада, и все такое, вот это какое-то навязывание чего-то. То есть у них это по-прежнему, это свобода, еще с Ган Эден, когда змей соблазнил, это желание свободы, желание быть как Всевышним, оно все еще продолжается. Человек к себе это не изживает, он все время к этому стремится, это не сразу он, значит, находит этот путь к Всевышнему. И у них было желание у всех, как было, один язык, одни мысли, то есть желание как бы что-то такое придумать, чтобы, в общем-то, обезопасить себя. Энем Рот, он как бы возглавил это движение, он как бы предложил, вот я знаю, ребята, что надо сделать, сделаем так, построим город-башню, и мы будем спасены. Замечательно, спасибо. Окей, мы поняли. Эмиль, огромное спасибо. Я в роли дирижера. Мы можем плавно переходить к Диме? Конечно, я думаю, что нужно переходить, а то у нас не хватит времени. Я быстро скажу одна минута, чтобы вы подумали на будущее. Смотрите, у нас здесь они пытаются построить имя, как там, буквально, я не помню, построить головой башню в небо, и чтобы создать себе имя, как бы так, и обычно мудрецы сравнивают с Энашем, который раньше уже имя пытался построить, один из первых идолопоклонников, но никто из мудрецов не сразнивает со следующей главой «Лех-Леха», где Всевышний обещает Аврааму возвеличить его имя. Вот просто интересно. Здесь они хотят с ноля построить себе имя, а Аврааму просто Всевышний обещает, он сделает ему имя. Но правда, Раша говорит, что это всего-навсего перцун станет популярен. Сейчас кто не знает Авраама? Все знают Авраам. Три с полной миллиарда людей. Это так просто как бы задуматься. Я, может быть, хотела добавить, что имя во многих местах комментаторов занимается как выражение сущности человека. И поэтому трактуется его имя так-то и написано имя его так-то, что для человека важнее. Что имя – это как бы доброе имя. Или он сам важнее. Ну, в общем, имя – я готов про имя рассказать. Мы тебя слушаем внимательно. Да, да. Да, снова Дмитрий. Я только хочу сказать, что имя – значит, одно дело, когда Всевышний дает имя, это разные вещи. И когда человек из своего чистолюбия… Ну, ну, Эмиль, это очень длинное просто… Ребят, я тихо извиняюсь, Дима начал, это некрасиво. Я прошу, если есть дополнительные соображения, наверное, проще написать в чате, либо подождать, когда Дима все-таки кончится, потому что так некрасиво. Слиха. Я буду смотреть быстро, буду быстро, но не скороговорить. Не надо быстро, не надо быстро. У нас принято ругать Тераха отца Авраама доли поперек. Как говорит Раши, можно… Есть те, которые ругают Ноха, есть те, которые хвалят. И он не берет ничью сторону Раши. Есть такое мнение, есть такое мнение. Похожа ситуация и с Терахом. Но больше людей его ругают, называют самым последним идолопоклонником. И он был визит у Нимрада. Печати некуда ставить на этом несчастном Терахе. А другие мудрецы, единицы, хвалят. Я нашел двух таких мудрецов, которые его хвалят. Один из них Зер Ашимшон, 18 век. А один из них, буквально наш современник 20 века, величайший мудрец Торы, Лейб Хейман. Американский раввин жил в Лейквуде, потом переехал в Израиль. И вопрос следующий. Он был грешником, праведником или ни тем, ни другим? Папа Авраама, Терах. Последний послуг главы Ноах, 11.32, кому интересно, откройте. Написано, и было дней Тераха, 200 лет и 5 лет, и умер Терах в Харане. Знаменитая фраза, самый последний послуг нашей главы. Из наших прошлых уроков, я напомню, что до Тераха, в основном, рожали детей, 29, 30, 34 года максимум. Похоже на сегодняшнюю ситуацию. Терах первый, который родил в 70. И что-то поменялось в этом мире. Все стали поздно делать детей. Через 10 минут мы узнаем, что именно поменялось, что случилось. Также про Тераха мы с вами говорили, что он идолопоклонник, он был помощником у Нимрада. Своими собственными руками привел сына Авраама к Нимраду на разборке. И так далее. Мидраши на эту тему очень много пишут. Говорят, что был очень нехороший. Как переводится имя Тераха и его сыновей, мы тоже с вами говорили. Наверное, все знают Терах, почему он назван Терах. Пока без арамейского. На иврите. А слово Яреах, Луна. Человек, который идолопоклонник, прекрасно, что он называет имя в эту сторону. Нахор, сынок, как он назвал? Как переводится с эврита Нахор? Кто знает? Нахор это храпеть. Либо храпеть, либо забивать скот. Пожалуйста, нормальный папа назовет своего сына храпун. Посмотрите, как еврейские прадцы называют своих детей. И как несчастный Терах называют. Плюс, нам кажется... А, Лот. Как будет Лот на арамейском языке? Кто знает? Я понимаю, что, скорее всего, не дедушка назвал его сын Тераха. Но дедушка принимал участие. Это проклятие, Лот. Кстати, на грузинском это пьяница, Лот. То есть, и детей... А, кстати, ну, тогда давайте Авраам. Закончим с Авраамом. Вот его точно назвал Терах. Как переводится Авраам? Отец высот. Буквально. Потом поменяется имя, и поменяется вся картина. То есть, вот такой нехороший Терах. И дала поклонник до мозга костей. О чем здесь говорить? Это первый вопрос. Грешник он или праведник? Задает Зарашим Шон. Второй вопрос. Медраша. Зачем писать о смерти Тераха сейчас, в конце Ноах, если следующая глава наша, Лех-Леха, он не умер. Аврааму было 75 лет. Зачем Тераха хоронит живого человека? Он еще 60 лет проживет после того, как здесь будет написано. Ну, разве так можно? Живой человек, мы его похоронили прямо в самом конце главы Ноах. Ответ Медраша тоже известен, мы с вами говорили. Живые грешники считаются мертвыми. Праведники считаются даже мертвыми, они как бы живые. Все вроде бы нормально. Ответ на вопрос, если он Терах мертвый, так как он грешник, так как он идолопоклонник, то какие могут быть проблемы? Мы его можем похоронить где угодно, хоть в начале, хоть в конце, ничего не поменяется. Но, написано в Медраше, Абраам боялся покидать своего старенького отца, потому что это приведет Гилу-Ля-Шем осквернение имени Всевышнего. Вот так. То есть, Всевышний разрешает Абрааму уйти, лех-ле-ха, и он освобождает своего сына от выполнения очень важной заповеди, номер пять в десяти речениях, которая появится через некоторое время. Заповедь почитания родителей. И как бы он колеблется, Абраам, уходить, не уходить. Начнут надо мной смеяться все вокруг, даже папу своего не уважают, а значит, Хилу-Ля-Шем. И Всевышний говорит, лех-ле-ха. Некоторые мудрецы говорят не лех-ле-ха, а лех-ле-х. Два раза, потому что написано одинаково. Лех-ле-х. Иди, давай, иди. Первый лех-иди, а вторая лех разрешает Абрааму уходить от своего отца, не думать про заповедь почитания родителей. Вопрос за Рашемшоном. А мы точно уверены, что он был идолопоклонник? Ну, наверное, да. Ведь Медраж пишет, что он продавал идол. У него лавка была, бизнес построил на этом. Кстати, у нас в Старом Городе большое количество полноценных евреев в кипах продают всяческие христианские штучки, и все нормально. Зачем они обвиняют Тераха сейчас? Ну, делал человек бизнес, какая разница? Может, свечки продавал, может, идолов. Но вот то, что он привел Авраама, кстати, Авраама он привел уже взрослого к Нимрану на разборке, который бросал его в печь. Есть две версии, в каком возрасте Авраам попал в печь. Кившан Гаэш. Есть версия 10 лет, есть версия 50 лет. Но это не наша тема сейчас. В любом случае, вопрос очень важный. Зачем Аврааму нужно почитать своего отца? Если Талмуд пишет родители грешники, то сын освобождается в некотором смысле от заповедей Кивудав. Это не значит, что он может хамить, грубить своему родителю, отцу, маме. Но, например, если отец просит в шаббат сделать запрещенное, то сын может отказаться. Вот это называется уже непочитание своего отца. Вот в таком смысле сын может не оказывать почтение своему отцу, если отец идолопоклонник. И тогда вопрос очень странный. Зачем Тара пишет нам про грешник при жизни уже мертвый? И зачем Авраам сейчас думает про заповедь Кивудав за почитание родителей? Если отец идолопоклонник, то бросай ты этого отца и все. Какие могут быть вопросы? Ну, можешь работать, конечно, в лавке, продавать идола, помогать зарабатывать отцу, чтобы расширять бизнес. Но зачем сейчас Авраам как бы пытается извиниться и Всевышнему приходится ему лех-леха говорить. Не бойся, не переживай. Можете мне одно слово сказать? Давайте. Я просто хотела сказать, что в то время, когда у меня есть заповедь Всевышнего, то, наверное, она пересиливает вот это вот. Может быть, был бы вопрос, если бы отец был праведней, а нам тогда был вопрос, как поступать. Но если отец злодей, то заповедь Всевышнего может быть его... Может быть, конечно, да. Но в любом случае Авраам возникает... Нет, ну не просто так бросить его, а когда тебе сказали иди... Если Тера грешник, то большой разницы, когда Тара напишет о его смерти и у нас нестыковка. Просто обратите внимание, может быть, я слишком запутанно рассказываю. У нас нестыковка. Медраж пишет, что Тера грешник, а Талмуд пишет, что Авраам хотел почитать отца и волновался, и переживал. У нас не совпадение. Еще один вопрос, который задает Зайра Шемшон. Если Терах пошел на путь Шувы, то... А, кстати, это уже вопрос, который плавно выходит в ответ. он говорит, Терах не все время был идолопоклонником. Это очень важная мысль. В определенный этап жизни, мы сейчас разберемся, когда, Терах пошел на путь Шувы. Шува постепенная, как большинство сегодня происходит, начинает маленьких шажочков и пошел, пошел, пошел. Так вот, он зашел на этот путь Шувы еще до того, как Аврааму сказал Всевышний Лех-Леха. Вопрос, откуда это выводится? Может быть, это самодеятельность Зера Шемшона? Ответ нет. В тексте написано про это. Семья Тераха жила в Урк-Аздим, мы знаем, центр Вавилона. Это самый юг Ирака современного. Там, где страшный и ужасный Нимрод жил, проживал и наживал себе врагов. После всех грустных событий с Авраамом, с печкой, как он не сгорел, с нескольких попыток, три дня в печи находился Авраам, напомню. Смерть Арана, одного из сыновей Тераха и так далее. Терах с семьей возвращается, а мне кажется, убегает на свою родину в Харан. А Харан это уже сирийская и турецкая граница на сегодняшний день. 18 километров от этой границы находится Харан. То есть, большое количество километров с юга на север он убежал. Убежал под страхом смерти от Нимрода. Потом Нимрод и в Харан пошлет своих людей. В любом случае, тогда Аврааму было, когда они решили уехать, убежать из Урказдим, Аврааму было 70, а Тераху 135 лет. В этот момент начинается тшува Тераха. И теперь мы понимаем переживания Авраама. Он не хочет бросать своего отца, который начинает делать тшуву. Человек только стал на пусть истины, сейчас я его брошу, он вернется к прошлой жизни и будет Хилуляшем. То есть, Хилуляшем, но с другой стороны. Не Хилуляшем, как осквернение имени Всевышнего среди вавилонцев, Нимрада и всем идолопоклонникам подобным. А Хилуляшем, что бросить отца в таком состоянии, который начал только цицит одевать иногда, или, условно говоря, в кавычках, тфелин, по чуть-чуть. Вот перестал человек свинину есть, а я его сейчас брошу. Нельзя это, это будет Хилуляшем. Это мы должны понять. И получается, Всевышний успокаивает Авраама следующим образом. Он говорит, Авраам, не переживай, ты сделал свою работу с отцом. А вы знаете, что Авраам 39 лет провел у Ноха, Шема и Эвера. Можно, опять же, аврамовскую историю рассказать от и до, но она будет у нас слишком длинная. То есть, 39 лет он учился у Ноха, у Шема и Эвера. Это единственные на тот момент были монотеисты в мире. И после того, как он вернулся из этой Ешивы, ему было 10, 39, 49, 48-49 лет, он начал обрабатывать своего папу. И мы видим, что успешно, успешно все получилось. И Бог успокаивает Авраама, говорит, не переживай, ты работу свою с отцом сделал, я доделаю остальную часть, поезжай в землю Израиля. Именно так нужно понимать слова Всевышнего к Аврааму. Это первое доказательство праведности Тераха. Он уехал в 70 лет, из места, где жил Нимрат, где центр идолопоклонства, уехал к себе на родину, в Харам. Чуть может же, мы еще увидим несколько доказательств его праведности. Вопрос следующий. А он поднимался по ступенькам к Шуве или нет? Допустим, после отъезда Авраама из Харана, может быть, он скатился еще ниже, чем был. Может, он лавку свою расширил по продаже идолов. У него стал супермаркет 2000 квадратных метров. Допустим, в Уркази магазинчик по продаже идолов. А в Харане он два магазина открыл. Откуда мы знаем, что он поднимался к Шуве? Что нам говорит текст Торы об этом? Ответ Зера Шемшона очень необычный. Вот он переворачивает мозг в данном случае. То есть, по-простому, мы не знаем, чем закончилась жизнь Тераха. Сделал он Шуву, как Ишмаэль, в конце жизни или не сделал? Не знаем. Написано, умер и все. Так вот, Зера Шемшон говорит, вот потому, что написано, что Терах умер, мы кое-что узнаем. А что мы узнаем? Во-первых, человек, который бедный, его знаете, вы все считают мертвым. Также, человека, которого обидели, можно временно считать мертвым, пока его лицо побелело. Терах в 135 лет потерял дело своей жизни, продажу идолов. Он потерял все, весь свой магазин, всю продукцию, весь склад. Он бедным стал, почти мертвым. Но еще хуже, он потерял репутацию среди своих идолопоклонников. Зера Шемшон говорит, потерять репутацию, это хуже, чем потерять бизнес. Плюс еще любимый сын его ушел. Аран умер в печке до этого. Авраам ушел к нам. Одна надежда, Нахор остался, единственный сын. Но некоторые медроши говорят, что и он тоже куда-то ушел. То есть у нас получается, он мало того, что бездетный, а это тоже мертвый, между прочим, по Талмуду. Он бедный, бездетный, так еще и его обижали. А еще и без репутации по Зера Шемшон. Такого расстроенного человека во всех отношениях можно считать мертвым. И поэтому Тарай написала, Терах умер в 205 лет. То есть вот таким интересным образом Зера Шемшон объясняет, что раз он потерял репутацию среди идолопоклонников, и Тарай написала, что он мертв, поэтому все-таки он не вернулся к своему бизнесу. Он не вернулся к идолопоклонникам. Ну как бы интересная мысль, можно подумать. Кстати, Равшерке он доказывает, причем последовательно, что Авраам не был первым евреем, а был последним евреем. Вот такая интересная мысль. Страна Иврим была, там, где жил Эвер. Многие источники об этом говорят. Но сам Терах и Авраам были в Урказдиме, в Гаалуте. Он называет Тераха, это Иври Хилуни. Тераха, это еврей нерелигиозный. Нахор, это Иври Космополити. И Космополит еврей, которых сейчас 50% в Америке разбросано. Арам, это Корбан Шоа, это жертва Холокоста. А Авраам, это Иври Дати, это религиозный еврей. Кому интересно, откройте лекцию Равашерки, он на эту тему очень много пишет, полезно, интересно. Немножко подведем промежуточный этап, 50% я уже рассказал. Два жизненных урока от Зара Шемшона. Первое, из истории с Терахом, никогда не поздно человеку делать шуву, даже 135 лет. Некоторые люди, особенно вот есть там моя папа, мама говорит, а мне уже поздно учить иностранные языки. Ну, ну. То есть есть люди, которые считают себя очень пожилыми. Вот в смысле шувы делать не поздно никогда, ни в каком возрасте. Это первый урок. Второй урок, дети очень даже могут помогать родителям сделать шуву. Ну, если получилось у Авраама, то с папой 135 лет, что мешает нам, если у вас папе там, я не знаю, 70-80 лет, не проблема. Теперь мы переворачиваем все немножко в другую сторону. Приходит Рав Лейбхейман, в 1929 году родился, в 1929, в 2011 году, к сожалению, ушел. Величайший мудрец. Это один из тех мудрецов, я уже их коллекцию в виду, который, к сожалению, не имел детей. Все помнят, Любайский Рэбб не имел детей, все помнят, Хазон Иш не имел детей, и вот Рав Лейбхейман величайший мудрец. Я про него столько прочитал, можно отдельную лекцию по его биографии сделать. К сожалению, не было детей. Он задает вопрос и следующее. Почему после Тераха все працы поздно делали детей? Это первый вопрос. Второй вопрос. А что Терах дал всему человечеству в качестве урока? Кроме того, что сейчас Зер Ашемшон вывел. Вот мы в 21 веке прочитали историю про Тераха. И что мы можем отсюда извлечь? То, что любит на там говорить. Актуалии. Для нашего века, что из истории с Терахом для 21 века. Вопрос номер 3. А зачем тавтология в пасуках 26 и 27? Кому интересно, откройте. Если нет, я быстро прочитаю. 26 пасук. И прожил Терах 70 лет. Это мы знаем. И породил он Авраама, Авраама, Нахора, Арана. Трех сыновей родил. Следующий пасук 27. И вот порожденный Терахом, Терах породил Авраама, Нахора, Арана. Аран породил Лота. Зачем нам два раза одно и то же пить? В 26 пасуке породил он Авраама, Нахора, Арана. В 27 пасуке в следующем Терах породил Авраама, Нахора, Арана. Ну правда еще Аран породил Лота. Зачем повторяется эта информация? Мы же не дураки с вами. Мы один раз прочитали и мы поняли, что у него было три сына. Есть, кстати, спор из них по старшинству. Авраам был старший или не старший. Но это тоже интересная тема, можно ее пообсуждать. Мы же знаем, что Тара очень точная. То, что называется Медагдек. Буквочка, буквочки, слово к слову, ничего лишнего. Особенно такие вещи любит толковать Урахай Макадош. Зачем? Нужно повторять лишнюю информацию. У нас отличается 26-27 только одной дополнительной вещью, что Аран породил Лота. И все, больше ничего нет. Кстати, самый яркий пример недавно мы изучали сыновья Ноха. Они были перечислены в конце Пороши Берешит. Потом несколько пасуков. А потом в начале главы Ноха снова перечисление сыновей Ноха. Но у нас уникальный случай. У нас тавтология, но необычная тавтология. Обычно тавтология есть, а нам, скорее всего, говорит Хейман. Я с ним не согласен, но он так говорит, он мудрец Торы. Обычно тавтология, она разорвана. Вот как сыновья Ноха. Между ними несколько пасуков. У нас два повторяющихся пасука идут один за одним. 26-27. Он говорит, Тора берет и наводит все наше внимание на эту тавтологию. Вот знаете, для того, чтобы самый-самый тупой, как я, допустим, не прозевал, ему показывают. Смотри, учи, вот тебя носом, носом. Видишь тавтологию? Вижу. Вот точно не пройдешь мимо, говорит Тора Хейман. Терах является отцом трех сыновей и дедушкой Лота. То есть у него есть три сына, один внук. И все эти четыре человека являются фундаментом и структурой Дома Израиля. От начала до конца дней. А как это может быть? А посмотрите. Нахор, Аран и Авраам. У меня есть карта. Я могу сейчас, конечно, эту картинку развести, но не знаю, стоит ли делать. Наверное, сейчас не буду тратить время. Кому интересно, посмотрите, напишите генеалогия Тераха. И у вас будет куча интересных вариантов, кто от кого родился, кто от кого пошел. В любом случае, он говорит, Нахор, Аран, Авраам и Лот, они являются отцами всех праотцев и всех праматерей. У нас, допустим, Аран, он в основном специалист по праматерям. Почти все праматери пошли от этого сына. И Нахор и Аран, вернее, Нахор и Авраам, они поставщики праотца, если можно назвать в кавычках. Дальше, царь Давид у нас частично оттуда и частично от Лота. Собственно, поэтому его написали, мы сейчас об этом поговорим. Ну и Машеях оттуда произойдет. Смотрите, все праотцы, все праматери, царь Давид, Машеях, все произойдут от семейства Тераха. Представляете, какой важный человек. Поэтому вопрос повторяется снова. Тот, который у Зарашемшона. Так он был хорошим персонажем Тераха или не очень, если он столько сыновей очень важных сделал. Ответ Медраша говорит, что Терах начинал свою жизнь как полноценный идолопоклонник, но на определенном этапе жизни, мы только что с вами изучили 70 лет, он сделал тшууу. И Медраш даже обещает ему, внимание, удел в будущем мире. А вот это уже интересно. Тут надо доказательства в тексте, где мы видим удел будущего мира у Тераха. Оказывается, есть Берешит 15.15. Когда Бог Авраму после Бейн-Абитарим, после завета разрезанных половинок, он ему говорит следующее. Ты же придешь к отцам твоим с миром, погребен будешь в старости доброй. То есть, когда ты, Авраам, придет, пора умирать, то ты придешь к отцам твоим. Внимание, вопрос. А что у него? Были хорошие отцы у Авраама? К каким отцам он пойдет? К Ноху Адаму? Или к Эверушему? А может быть, все-таки к Тераху? Отсюда Рав Хейман делает вывод. Вот только по этой фразе в Баришит 15.15 мы видим, что удел в будущем мире у него есть, как написано в Мидраше, и Терах сделал шву, причем полноценную шву для того, чтобы его получить, этот удел будущего мира. Кстати, Раши тоже говорит, это даже не Рав Хейман, он говорит, отец Авраама был идолопоклодником, но когда Всевышний говорит Аврааму о его приходе к отцу, то он говорит, что Терах возвратился с путей зла. Вот так сказал Раши. Терах возвратился с путей зла. Можно сказать, что этот шува. Это второе доказательство праведности Тераха. Первое, помните, в 70 лет он убежал из Урказдим-Харам, когда ему было 135 лет. А второе доказательство, что когда Авраам придется умирать, то он придет к отцам своему, к своему отцу, Тераху, который там уже собственно будет в хорошем месте, в нужном месте. Это собственно второе доказательство. Ответ два, еще один. Медраша Терах родился обрезанным. Это интересная тема сама по себе. На научном языке называется апостия, врожденная обрезанность. У нас только большие-большие праведники были обрезанными. Моши, Ноах, Йосеф, Яаков и так далее. Я лично считаю, я не знаю, что думает по поводу Хейман, но, наверное, это тоже можно косвенным доказательством его праведности считать, его врожденная обрезанность. Теперь про имя Терах немножко совсем. Брахот 7b пишет, что собственное имя человека, оно объясняет внутреннюю суть человека. Как человек, как лодку назовешь, так она и поплывет. Как сына назовешь, таким он и будет. Мы все знаем из урока в Равошерке, что арамейский язык это подсознание иврита. У нас с арамейским все связано. Есть письменная Тора, есть устная Тора. И то, и то написано Мишна, и Танах написано на иврите, кроме одной книги. Но толкование обязательно будет арамейское. Мишну толкует Гмара на арамейском, а Танах толкует Зор на арамейском. Это говорит Равошерке. Внимание, вопрос. А Терах что означает на арамейском языке? Кто знает? Что Терах означает? Вот мы с вами Яреах искали, луна на иврите. Но ведь Терах означает что-то на арамейском языке. Никто не знает? Говорю. Ждать и откладывать, задерживаться. Представляете? Терах это задерживаться, ждать, ожидать. И теперь Рав Лейбхейман включает пятую передачу. Он говорит, мы здесь видим намек на важнейшую идею в иудаизме. Идея ожидания. Двенадцатый принцип Рамбома надо быть убежденным, что Машех придет и надо его ждать. Собственно, две вещи. Во-первых, надо знать, что он придет. Во-вторых, надо его обязательно ждать. И Рав Хейман через Рамбома он говорит то же самое, нужно ждать его каждый день, говорит Рав Хейман. И еврейский народ ждет Машеха уже тысячи лет. Вопрос Хеймана, Рав Хеймана, а в чем секрет ожидания? Почему так важно ожидать? Неужели сложно Всевышнему организовать, чтобы не ждать? Почему так долго надо его ждать? Конечно же, есть стандартный ответ, и все его знают. Люди не готовы принять Машеха, они будут готовы, и он раскроется. Но Рав Хейман идет в другую сторону. Это его хедуш. Машех задерживается из-за поступков Тераха. И мы видим это в имени Терах. Изначально Терах пришел в мир исправить ошибку Адама, обратите внимание на его обрезанность, исправить человечество, родить идеальное потомство, поколение. Но он начал тормозить, причем сильно тормозить этот Терах. Он тратил драгоценное время на каких-то идолов, производство, продажу у себя в лавке. Вы знаете, что он приложил руку к строительству в башне. Кстати, споры среди мудрецов Авраам приложил руку хоть маленькую или нет. Так вот, те, которые говорят, что мог пару кирпичей положить, ну понял, что дурак. А есть те, говорят, он унох, жил в Ешиве. Не было у него возможности построить. Но неважно. Так вот, это качество тормоза в кавычках Тераха, оно передается к его сыновьям. То есть, Терах тормоза свои передает его сыновьям. Ну и дальше уже по списку. Как Терах ждал конца жизни, чтобы сделать шуву, точно так же потомки его будут ждать. Машеха в конце дней. Смотрите, история жизни Тераха отложила отпечаток на всех последующих потомков, особенно мы хорошо... Вопрос можно? Вопрос можно? Конечно. Ну почему только все время ждать? Мы не ждем. Сейчас это... Давайте расскажу наш вопрос. Потому что про ожидание еще не все. Мы больше всего знаем идею ожидания у еврейских прадцев. Авраам и Сара ждали сколько лет? Сыновей десятки лет. Сто и девяносто лет, пока родили Ицхак. Почему 30-40 не родить? Хотя бы в 50-60. Привет, Терах! Смотрите, Ицхак и Ривка ждали детей 20 лет. Я ко всю жизнь чего-то ждал. Самый яркий представитель из прадцев еврейского народа. Смотрите. Во-первых, он ждал, пока родится его будущая жена. Тоже довольно интересное мероприятие. Потом он ждал, пока утихнет Эйсава. Гнев Эйсава не утихал. Потом он два раза ждал по 7 лет, пока Лаван ему даст своих дочерей. Потом он ждал несколько лет, пока она собирает капитал у Лавана, чтобы убежать. Потом он ждал Йосефа и так далее. Евреи 210 лет ждали в Египте, пока их оттуда вытащат. Я вам по секрету скажу, я недавно вспомнил, совсем сегодня, что еврейский народ не дождался Машера Бейну в 6 часов и сколько натворили беды с этим тельцом. То есть везде, где ожидание, там еврейский народ. Ожидание, там еврейский народ. Можно продолжать и продолжать. Вы представляете себе, какую беду подсунул Терах со своим потомком, со своим именем несчастным Терах. Эта тема ожидания, она появляется в самом начале у прадцев и она будет продолжаться до прихода Машеха конца времен. Кстати, отсюда появляется и история с Лотом. Зачем он в 27-м пасуке паровозом притянут? Как бы связь отца и дочерей не очень хороший план. Неужели надо было Машеха через инцест? Во-первых, Рафхейман говорит то, что мы с вами знаем. Для Бнейноах нет запрета отцу спать со своей дочерью. Есть у нас список шести случаев, которые запрещены у Бнейноах. Это плохо, это некрасиво, это аморально, но не запрещено. Плюс Рафхейман говорит, что рождение детей внутри одной семьи приводит к рождению особенной души. Он долго на эту тему пишет. То есть, очень важно, чтобы родились дети внутри одной семьи. И Давид таким появился. Не просто особенная душа, а супер особенная душа. Кстати, Рафшерке говорит, что был простой ливератный брак. То есть, он не хвалит и не ругает связь Лота со своими дочерьми. Он говорит, все было нормально, они спасали человечество. Вот таким нетривиальным способом Всевышний приготовил появление царя Давида в будущем. А плохое это качество или не очень ожидать задерживающегося? Или, может быть, хорошее качество? Вообще, плохо это или хорошо ожидать? Философский вопрос. Правильный ответ и то, и другое. Смотря, как сказать. С одной стороны, что хорошего в ожидании приятных вещей, как описывают мудрецы во времена Машеха? Ведь приятные вещи, зачем нам ждать? Давайте сейчас, быстрее, хорошо, завтра, завтра придет Машеха. Но, с другой стороны, ожидание дает много преимуществ. На примере Тераха мы учимся качеству, которое Равиона Левина нас учит постоянно. Савланут. Савланут. Терпение, только терпение. А что хорошего в терпении? Почему уметь терпеть, это важно? И почему собственно Терах научил еврейский народ терпению? Здесь два ответа Рава Хеймана. Я, честно говоря, думаю, можно было бы написать и больше. Но он написал два ответа. Он говорит, терпение Савланут, оно усиливает веру во Всевышнего. Вся жизнь человека, она как бы дирижируется невидимой рукой сверху. Все к лучшему. Если мы очень хотим чего-то сейчас, а оно к нам не идет, надо ждать и набраться терпения. То есть в любом случае, если мы возьмем религиозного человека, по-настоящему религиозного, то это очень хорошее качество терпения для этого человека. Это первое доказательство, что хорошего в терпении, в Савлануте. Второе и последнее. Терпение позволяет получать удовольствие от момента в своей жизни. вот сейчас плохо, потерпи, 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 и будет хорошо. Знаете, как я придумал, Рам Хейман вряд ли ходил в тренажерный зал, но я скажу, это похоже, вот настроение ноль, погода мрак, настроение, ну как бы тренажерный зал, не то, что желание, вообще не хочется туда идти, надо набраться терпения, пойти, хорошо потренироваться, а после тренировки будет эйфория, очередная порция удовольствия. Что касается, это касается идея всего, изучения Торы. Не хочется, пойди, попробуй, начни, потом удовольствие. То есть, мы имеем с помощью терпения, человек может получать удовольствие от разных жизненных моментов, от этого так называемого Сауланута. И конец. Готов спорить с вами после этого. Терах совсем не проклятие передал потомкам, а можно даже сказать благословение. Получать удовольствие от борьбы, от проблем, от задержки, а в результате становиться все сильнее, взрослее. Я закончил. Я готов слушать критику на том. Не критики, я только хотел добавить, ты все время говорил, что они пошли в Харан, они дошли до Харана, а пошли они в Эрдск-Наан. И это в большей степени говорит Ахадра Бульчева. Их родина там была в Ханане, а Харан это промежуточный статус. Не согласен абсолютно. Нет? Да. Потому что... Пару слов скажу, потому что... Секунду, секунду, в стихе же написано пошли в Эрдск-Наан. Значит... Алекет Эрдск-Наан написано. Нет, написано в Харана. Не-не-не, секунду, я вам сейчас открою. Посмотрите еще раз. Неизвестно. Я не могу проблему. Вы как тело давравнино в 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 Они дошли до Харана, а вышли они к нам. Так написано в стихе. Я ничего, я не возражаю просто. А как тогда вы можете сказать, объяснить слова Всевышнего Лех-Леха? И он говорит, я покажу тебе, куда идти. И все мудрецы говорят. О, это интересно, это отдельно интересная тема. Можно сейчас об этом много. Смотрите, ребят, я не хочу открывать новые темы. Тогда мы не кончим никогда. Да-да-да, я дико хочу еще раз. Я возвращаюсь к старой теме, к смысле ожидания. Это просто такой русский перевод. Я бы назвал это все по-другому. Ожидание есть вызревание. Так как человек ждет урожая, это нечто другое, чем просто он ждет. И время, и всякие генетические вещи, удовольствие и так далее. То есть машех не просто ожидается, он вызревает. Мы что-то тоже должны делать. Конечно, да. Все правильно, да. Другое, то, что я хотел сказать, это моя чисто личная версия. Я не уверен. Надо проверить. В смысле того, что Абрам покинул отца. Главная идея, потому что это именно Терах их забрал оттуда. Он был первым диссидентом, можно сказать, Терах. То есть он бежал от Немрода. Очевидно, Немрод со своей идеологией все, не очень-то ему помогал продавать своих идолов и так далее. И он решил уйти. Очевидно, ему было достаточно, чтобы сделать свой эсек, так сказать, достаточно было дойти до Харана и там это все делать. Но потом, когда вся эта затея Немрода закончилась, в принципе, у него там еще остался сын и семья, он мог вернуться в Уркас-Диму. То есть когда Абрам от него ушел, он не оставлял одинокого отца. То есть не было никаких проблем ему контактировать со своей семьей и вернуться, в принципе, и все. То есть я так думаю, я не знаю, надо посчитать, какое время это было, то есть закончилась все это, революция Немрода или нет. Но, в принципе, написано, что он прожил еще 60 лет после этого Терах. То есть никаких проблем не было. Другое дело то, что вот Шуба, да, то есть когда все эти идеи Немрода и все это закончилось, вот, так же, как мы делаем Шуба и возвращаемся в Эрс-Исраэль, вполне возможно, что Терах тоже созрел, как бы, если тоже не ждал, а созрел именно до того, чтобы он понял, я думаю, был какой-то контакт и с Кананом, и с Абрамом, я не думаю, что было так изолировано все. Наверное, он знал об успехе, что он разбогател Абрам и так далее. Но это все трудно нам сказать. Да, это надо все считать года, это мое предположение. У нас еще есть в плане, извините, у нас еще есть в плане выступления Андрея, поэтому мы дадим ему слово. Я прощаюсь, да, спасибо. Спасибо. Окей, ну, в общем, тут как бы хотелось с Димой это, но ладно, я боюсь, что народ устанет, давайте перейдем к следующему, а может быть, если останется время у народа силы, мы обсудим предыдущее, хорошо? Значит, смотрите, я вам хотел такую штуку рассказать. Это статья профессора Авиаты Акоина, который президент Академического центра Шаарей Мада в Мишпад. Значит, у него статья, да, сейчас скажу такую штуку. У нас как бы вся вот эта Порошат Нох, это то, что прозвучало в выступлениях Нехамы и Димы, очень многие вещи, они более амбивалентны, чем в других недельных разделах. Ну, то есть как бы мамаш все время идет такая вот непонятность, можно так, можно так. Нехама говорила про садительство Вавилонской башни, правильно? Как бы можно так, можно так. Дима говорил про Тереха, можно так, можно так. Я, честно говоря, как бы не сговаривая с ними, я мамаш, что называется, иду по той же линии, вместе с профессором Акоином. На мой взгляд, у него мне нравится, очень нравится, как он как бы написал, вся его идея постройки. Хотел сказать в конце, но скажу в начале, чисто свое личное, не знаю, я как бы называется Катонки, вообще знаю очень мало, и пятое-десятое. Но вообще вот как-то нарабатывается такое ощущение, сейчас скажу нечто глобальное, может быть, как бы проблематичное, тем не менее скажу, это мое такое ощущение, что поскольку как бы писание, тексты, комментарии, то есть есть столько наработок, есть столько возможностей делать самые различные пазлы, и как бы получается такая штука, что мы можем это отработать и сказать, ну, 70 ликов туда-сюда. Ну, что значит 70 ликов? Сюда как бы встают два вопроса. Первый вопрос – это личность человека, который делает пазлы. Вот так вот принято, когда я читаю как бы статьи, комментарии к недельному разделу, видно, что человек у него, то есть который это представляет, он делает некоторый пазл, он нанизывает, он как бы для того, чтобы, ну, не знаю, чтобы это было более убедительно, с одной стороны, а с другой стороны, для того, чтобы это было в русле еврейской традиции, для того, чтобы это было интересно, или, может быть, это правило жанра. Он должен сказать, да, должен, в кавычках, должен сказать, а вот комментарий такой, то, что вот сейчас будет в этой статье все время, да, А это отсюда, это отсюда, это отсюда. Но в конце концов он приводит к некоторому выводу, который, в принципе, был понятно, что этот вывод, он у него созрел до этого. Он у него созрел, исходя из его развития, обучения, воспитания, какой струе он принадлежит. Понятно, да? И как бы общее ощущение такое, что, в принципе, можно взять все, что угодно, можно построить все, что угодно, все, что угодно. Вы можете взять практически те же самые комментарии и пойти в другую сторону. Поэтому я хотел свое предисловие закончить и сказать. На мой взгляд, самая главная ценность в представлении некоторой тезы, самая главная важность – это личность человека, который стоит за ним. Потому что как бы игру в пазлы на любом уровне может делать любой человек и приводить к любым самым ошламляющим, интересным и дальше выводам. Но важна личность человека, которой ты доверяешь, и устроить некоторую модель, за которую ты можешь идти. Вот такое было небольшое предисловие, если так можно сказать. А теперь идем дальше. Смотрите, у нас в этой статье у нас будет… Ну, для тех, кто знает иврит, это как бы минимально, то есть все понятно. Для тех, кто не знает, я попытаюсь все ими говорить. Будет, на мой взгляд, очень интересная игра, в кавычках, с некоторыми ивритскими словами, которые повторяются. И на этом построена как бы вся эта статья, все это объяснение и комментарии. Итак, начинаем. Значит, про Ноха что сказано? Сказано вот что. Иноха с любовью вспомнил, да? В Инох, Беава, Захарта, я думаю. Это где мы… Мы только что это говорили. Когда мы это говорили? Мы только что говорили в молитве муссов на Росшанал, да? Те, кто присутствуют, читают, как бы уже известно и понятно, там есть три блока, да? Три блока называются воспоминаниями. Есть Малхуйот, есть Зикрунот, есть Шапарот. Вот там, где этот блока Зикрунот, да, вот там повторяются пусуки и как бы вспоминаются те персонажи, которых Бог вспомнил, Бог их когда-то вспомнил, да? И поэтому, как бы говорится, строится, что нас тут тоже вспомнишь и так дальше. Так вот здесь подчеркивается, что Ноха единственная, про которую он сказал с любовью. Сейчас мы начинаем расплачивать одну тему Ноха, как бы положительную, да? Сова по себе напрашивается вопрос. Почему именно Ноха исказан с любовью, в отличие от остальных упоминаний в молитве, да? Теперь дальше. Дальше несколько параграфов, которые, ну, более-менее тривиально. Значит, тривиально. Думаю, большинство неизвестно. Быстро пройдемся. Говорится, что известно, что личность Ноха можно оценить двойственно, как положительной, так и отрицательной. Так называется лэшева хулыгнай. И хвали, и хвали, и хуле. Это, как бы, традиционный расклад. Почему? С одной стороны, он называет цадик ин пельца. Насколько я понимаю, это из идиша. Такое своеобразное выражение, вот, которое говорится о том, что это человек, который в шубе, да? Если кто-то еще про это не слышал, хотя тоже это, как бы, фольклор, который всегда повторяется, и он, как бы, в современном урите тоже так говорят, это все понимают. Идея такая, когда холодно, да, то, как бы, человек, который заботится о себе, он может надеть шубу, вот это пельце, по-видимому, да, и тогда ему самому тепло. А все остальные могут мерзнуть. Так вот, про этот самый, он, как бы, называется, я перевел так, эгоист про праведник. Это такой длинный перевод того, что сказано цадик ин пельца, да? То есть праведник, который считается таковым только на уровне своего поколения. И все знают, как сказано, цадик бадратаф, да, бадратаф – это поколение. Значит, поколение, понятно, что это может быть и так, и так. То есть идея такая, что на уровне своего поколения он был праведником, а на уровне Авраама он был бы вообще ничем, как пишет Раша. Ничем, то есть вовсе не был бы, да? То есть оценка такая, он спасен своим семейством от потопа, но не ударивший палец о палец для спасения других, да? А теперь дальше начинается картина. Вот, напрягите, как бы, свое воображение, картина такая. После потопа Мох выходит из ковчега в уцелепший мир. Что он видит, да? Ну, мы, как бы, привыкли, такая картина праздничная, красивая, да? Вот, ты в отмах, ковчег, значит, как бы сказать, застревает, приземляется после потопа на горе Арарат. Голуби летали туда-сюда, все такая красота. Вот, выходит, смотрит, значит, обновленный мир. Но он несколько по-другому представляет. Он говорит, он, жена его сыновья с своими женами. Перед ними стоит ужасная картина. Действительно, после потопа что может быть? Мир разрушен, опустошен. Причем, он, естественно, говорит, что Тора нам как бы не описывает выражение Ноха. Никак не видно, чтобы он как-то соотносился с действительностью. Ужас, кошмар, что я буду делать, да? Он говорит, у Ноха нет слова описать всю трагедию. Его молчание выразительных, как начивых речей. И дальше, смотрим, что происходит. Проходит год. Ноха начинает отстраиваться. В чем это выражается? Он приносит жертвы на жертвенники, да? Мы видим, Всевышний благословляет его. И что он ему заповедует? Он ему говорит, что в переводе на простой русский язык означает. Владите, размножайтесь, наполняйте землю. То есть, что это означает? Где-то парафраза очень похожа на то, что было сказано Адаму. То есть, идея такая. Начинает все сначала. Начинает все сначала. Начинает все отстраивать. Но при этом для нас очень интересно. Вот Всевышний подчеркивает одну очень важную вещь, которую мы вот у Адама не слышали. А здесь есть очень одна важная вещь. И вот здесь начинается игра, если так можно сказать, слова, да? Из которых будет потом строиться общая модель. Прочитаю и наведите, а потом переведу. Эдам хэм лэн шэте хэм эдрож. Только плоти при ее душе крови, кровь дам. Не ешьте. Дальше. Но только за вашу кровь дам хэм, за души вашу взыщу. И от руки человека, от руки сверха человека, Адам. От руки того, кто брат ему, взыщу за душу человека. Кто проливет кровь человеческую, да? Адам. Человеком Адам. Кровь его будет пролита, ибо в образе Божьем создал он человека Адам. Итак, у нас получается, прочитаю на иврите. Эдам хэм лэн шэте хэм эдрож. Умидэй а Адам. Адам. Подчеркиваю, да, слово Адам. Мияд иш ахиб эдрож этнапшат этнэпеш а Адам. Шофэх дам а Адам. Бэ Адам. Дамой шофэх. Кибецэля бэлоким аса эт а Адам. Да? И получается странное вещь. Мы видим четыре или пять раз повторяется слово Адам. В созвучном в данном случае слово Дам. Но для нас еще более интересно. Он здесь проводит параллель с чем? Он пишет, что невольно по ассоциации с этими четырьмя или пятикратными повторениями слова Адам вспоминается определение нохов в продолжении главы. И вот здесь у нас начинается как бы басис, фундамент построения вот всей этой статьи, всего этого комментария. В переводе на русский язык сказано, и начал нох, господин Землина садил виноградник. Как я перевел господин Земли, и это по тому комментарию, который здесь будет приведен, да? Но сказано Иши Адама. И вот на этом у нас сейчас будет все построено. То есть получается такая штука, что про ноха не сказано Иши Адам, а сказано Иши Адама. То есть не сказано так, как можно было понять человек в человеке, да? А сказано, сказано, что человек как господин Земли. Значит, вот Раша, интересно, он пишет к этим стихам. Иши Адама – это то же самое, что владелец Земли. Адон Ааракс, да? Ну и дальше приводят еще примеры из книги Руд, как сказано Иши Наоме – господин, владелец, либо муж Наоми. Да? Дальше, Ибн Эзра говорит, Иши Адама, человек Земли, выражает осведомленность ноха в вопросах земледелия. Он знает земледелие, а это сложная наука. Хорошо, окей. А вот Рамбас совершенно по-другому говорит. Он видит в таком определении ноха его как бы то, что называется, что он господин Земли, его властвование над землей, я сколько написал, земными ресурсами. А дальше, дальше, это я от себя не написал, наподобие современных нам олигархов. И дальше, Рамбас сравнивает его с Исавом. А что сказано про Исава? Происсказано, сказано Иш Саде. То есть мы видим, когда она есть Иш, а потом есть два существительных. Вот по-русски я думал, я не нашел чего-то больше, чем, например, человек закона, человек слова. Например, человек Земли, ну не знаю, может быть, можно как-то сказать, но все-таки это не очень. А на иврите, на иврите, это вполне как бы вот смехут такие два слова, соединенные в одном месте. И у них вот эта вот тогда прикрепленность человека к, например, в данном случае к Земле, это приобретает некоторый другой характер. Гораздо больше, чем просто человек, обрабатывающий Землю. Опять же, возвращаясь к Исаву и Якову, нам известно, что как бы вот определение Исава и Якова, одного как человека, томим человека, ну не наивного, на самом деле, простого, простого, без хитроства, который сидит в шатрах и который, про него сказано, Ишуалим. Да, а про Исава, который там, ну не знаю, не кровописный, но во всяком случае, любит охоту, эти охотничьи забавы, там носится по лесам, полям, убивает зверей и все прочее, правильно сказано, Ишасаде. Да, то есть в данном случае получается, что вот этот вот Ишадама выражает преданность Ноха Земле, для которого Земля стала не самым важным, но вообще единственным занятием. Вот это интересно, вот дальше начинается такой виток, он мне очень понравился. Когда вот исходя из такой, я не знаю, как хотите сказать, игры слов или как бы лучшего понимания, как написано, строится целая концепция на самом деле. Концепция, с одной стороны, человека, я не знаю, хотите сказать, либо трудоголика, либо человека, который порабощен работой, либо человека, человека, который остается человеком, человеком, будучи преданным своей работе. Дальше он приводит очень интересный комментарий, Раф, Аарон Ликтенштейн, можете посмотреть, погуглить, это современный комментатор, да, если я не ошибаюсь, он был преподавателем, рабином Ешиве в университете, а потом как бы переехал в Израиль, жил в Алан-Швуте и был рабином преподавателем Ешиве Орацион, по-моему. Окей? Глава, глава еще. Да, глава еще. Их двое, Рава Металь и Рава… Да-да-да, он его пригласил, да-да, я погуглил, посмотрел, он его пригласил. Орацион, и он один из первых, кто Бнынов стал разрабатывать тему. Окей, да, этого я не знаю, окей, теперь дальше. Да, у него там есть книга, где 30 заповедей перечисляет. В 1980-м году книгу написал про Бнынов. Окей, идем дальше про Нова. Кстати, он был доктор литературы, параллельно тому, что он был Рав. Очень интересный человек сам себе, но он говорил очень… Трудно его было понимать, у него произношение тяжело, но он потрясающий, конечно. Окей, мы можем дальше про Нова. Продолжаем дальше про Нова. Всем спасибо, продолжаем дальше про Нова. Так вот, Раф Аарон Лихтенштейн, он указывает, пишет такую интересную вещь, что описываемое далее опьянение Нова, мы знаем, что как бы Тор рассказывает на первых шагах, там, вообще, чем кончились вообще эти самые земледельческие экзерцисы Нова. Вот он объясняет, что то, что описывается опьянение Нова, его можно понять, как бы, аллегорически, символически о том, что на самом деле это было его опьянение от его успеха в земледелии и виноделии. И из этого можно понять дальше, значит, такая фраза, или там абзац, как подпадание под власть собственного успеха, власти, силы денег, удаление от духовной жизни и святости и полное подчинение материальным запросам в соответствии с Медражом. А что Медраж говорит? Медраж, естественно, на слух, на слух ты сразу реагируешь на то, как сказано про Нова. Что сказано? Когда сказано, что он начал, начал, начал слово как бы от хала. Но с другой стороны, вот эти вот хетламет, да, это слово, которое тут же звучит как холь. Холь-холь это то, что в современном ибрите называется секулярный человек, либо там атеист, человек нерелигиозный. Но во всяком случае, который как бы выводит себя и что? Выводит себя из власти как бы Всевышнего. Он что? Поэтому ваяхель-нох, когда он начал, да, он начал, он сделал себя хулин. То есть это явно гнай, то есть это явно хула, да. Но с другой стороны, вот тут смотрите, дальше начинается очень интересный пируэт. Вот я сначала думал вообще опустить этот абзац, почему? Потому что сейчас поймете, он может вызвать как бы много споров и диалогов, но мы не будем на нем останавливаться. Слово ваяхель начнем других писать. Даже Маширобейн был один раз, таким образом он начинал. То есть значит ли, что это слово прилагается ко всем остальным людям? У нас половина всех працев будет нерелигиозными. Нет, нет, подожди, подожди, подожди. Во-первых, это не религиозные, холли это просто противоположные святости. Это не то, что он не религиозный, это отторжение святости какой-то. Но на самом деле это стандартный совершенно драж. Не ко всем местам, конечно. Это ты спроси, почему водить местам толку и других нет. Это интересный вопрос, но это очень часто драж. Да, Дима, хладнокровение, я тоже. По-моему, это стандарт, что как бы медраж, он и есть медраж. Да, даже про пшат, может быть, в разных писатах, потому что про медраж-то нечего требовать. Тут выстраивается некоторая позиция. Окей? Итак, дальше. Вот интересно. Ставится вопрос, а в чем осуждение Ноха? Пишет «Рэйш Лакиш из слов Всевышнего после потопа, прурву, милу и тарас, плодительство, понажайте, наполняйте землю». Что он выводит? Выводит фразу, которая звучит дико, и она всегда, всегда, насколько я понимаю, зачастую, право тем, кто хотели как бы осудить Талмуд или выставить его в глазах народов, как ужасную книгу, приводит эту фразу о том, что «Гой шумэш шаббат дино мета», о том, что нееврей, соблюдающий субботы, заслуживает смерти. Значит, я на самом деле, исходя из духа описания, я вот здесь написал то, что в Макор, в источнике написано «Нееврей, соблюдающий субботу», я написал «Праздно человек». Почему? Потому что здесь дальше не объясняется, но как бы такой икивок в эту сторону. Мне кажется, что это вот как бы жуткая фраза, да, о том, что нееврей или «Гой, соблюдающий субботу, заслуживает смерти». Мне кажется, что здесь в этом аспекте она как бы лучше понимается. Почему? Потому что после потопа человечества, кроме отдельного некоторого отряда, да, ему было сказано «Ребята, работайте, заселяйте, размножайтесь, улучшайте, не ведите праздный образ жизни». И поэтому, если человек отдыхает в субботу, отдыхает в субботу, делая это, по-видимому, некоторым вызовом к тому, что надо вообще говоря заниматься деятельностью. Наверное, в этом был смысл. Окей? Ну, хорошо. Но тогда спрашивается, что ж такого присудительного мудрецы видели в поведении ноха? Если сказано, что не еврей, а нох был именно таким. Если сказано, что он так круто пахал вообще. Иша Адама. А что ж такого-то плохого? Непонятно. В чем тогда вообще, на чем строится эта вот линия отрицательного отношения к ноху? Да? Тогда дальше. Предваряя свое объяснение, Раф Арональдичи приводит слова медража. Вот, пожалуйста, еще один медраж, который приводится для того, чтобы усилить вот эту позицию, скажем, в кавычках наезда на ноха. Итак, сказал рабе Бархе, более любим Маше, чем нох. Почему? А дальше развивается такая линия, по которой логика смотрит, сейчас посмотрим, как назывался человек и как по изменениям в его имени можно видеть как бы вектор его развития, либо в плюс, либо в минус. Так вот, про ноха сначала сказано праведником, иш-садик, а потом сказано иш-адама. И это явное понижение, особенно если рассматривать иш-адама, как мы видели, как мы смотрим здесь, да, вот в русле этого комментария, объяснения, что это явно как бы отрицать человек, подчиненный земле и так дальше. Олигарх, совершенно как бы человек, продавшийся, вообще ставший трудоголиком, да. А вот, например, про Маше сказано, сначала оно сказано иш-мицри, да, а потом сказано иш-елоким. Явно видно, что идет на возвышение, да. А дальше, дальше, Рафрик Тенштейн пишет очень интересную вещь, которая вполне по-человечески как бы понятна. Говорит так, земледелие само по себе важное и жизненно необходимое занятие. И не за него критиковали мудрецы. А тогда спрашивается, а из-за чего? А, он пишет, его падение выражалось в определении его, в определении ног человека, как еще раз говорится, иш-адама. И дальше, как бы, делается такой вывод. Все то время, пока ног был праведником, иш-садик и занимался земледением, не было ничего ущербного в его деятельности. Но когда он превратился в иш-адама, тогда его занятие стало формировать его личность, превратив успех его деятельности в неудачу. И дальше, как бы, все, теперь заключительный пассаж. При выходе из ковчега, нох обнаружил землю разрушенной и безлюдной, и исходя из высокого духовного посыла, основываясь на том, что не для хаоса Всевышний создал ее землю, а для обживания, да, он стал осуществлять призначение Всевышнего, становясь его соучастником миротворения и заселения земли повторно. Да, да, но по происшествии какого-то времени эта возвышенная задача стала затушевываться, и обработка земли превратилась в самодавляющую задачу. Смотрите, это, по-моему, ментально очень интересно, да, как бы, но психологически вполне можно понять. Мы, как бы, в примерах нашей собственной жизни можем вспомнить, узнать или там привести какие-то примеры людей, которые настолько поглощены работой, которые стали рабами этой работы. Вот. И получается, что отражая процесс превалирования этого занятия над личностью, Писание, соответственно, меняет отношение к нему. И праведник Иш-Саддив превращается в Иш-Адама, человека земли. И еще раз подчеркиваю, что вот это вот порицание Ноха было из-за его превращения в человека земли, Иш-Адама. А дальше, на иврите это очень красиво, а не человек в человеке. Это я пел, потому что, иначе невозможно перевести, Иш-Адам. То есть проблема в Иш-Адама, а не в Иш-Адам. То есть человек из Иш-Адам, то есть из человека с большой буквы, который в человеке, он стал Иш-Адама. Он стал приниженным. То есть его тотальное, это я уже написал, его тотальное порабощение землей, материальным пренебрежением, духовным и социальным аспектом, превращение в бездушного олигарха. Бездушного олигарха – это моя отсебятина. Теперь дальше, последний абзац, резюмирующий. Подводя итог, можно сказать, что недельный раздел Ноха, слиха, недельный раздел Ноха учит нас тому, что занимаясь освоением мира, восстанавливаемое, разрушенное и улучшая созданное, мы обязаны осознавать, что главное в этом процессе не Адама. А что? А Адам. Адам, который человек в человеке. Ну вот все на самом деле. Окей. Мы тебя не слышим. Мы тебя не слышим. У тебя, по-моему, выключен микрофон. Ну вот так, видите, такая игра. Я тоже спасибо сказал. Особенно. Иша Адама, либо Иша Адам. Вот это одна из главных проблем современного человека. Интересно, что некоторые совершенно разные темы, которые мы встречали, говорили о них в голове, они как-то перекрещиваются. Смотри, я помню, в России была такая фраза, мне мой тесть, да, ну вот благословенной памяти, был хороший человек, и вообще многие люди говорят, я не знаю, сейчас в России существует такое. Да-да, это просто такой был рефрен. Самое главное, дело надо делать. Это было центральное слово везде. На этом люди поколения жили. Как минимум два поколения жили. Дело надо делать. Известный анекдот такой есть, да, фиг ли думать, прыгать надо. Вот это то же самое. Главное дело, дело. Дело надо делать. А это получается отличный наркотик. Делаешь дело. Вот с этой наркотой он даже, вообще говоря, спился, по-видимому, от успеха или как там дальше. Но вот эта вот игра, по-моему, она потрясная. Не Иш Адама, а Иш Адам. Вот что самое главное. Окей. Ну вот то, что этот умный профессор хотел нам рассказать, я вам как бы пересказал. Окей. А можно к твоему первому вопросу? Скажи, умный профессор, и ты говорил, чтобы делать такие толкования, необходимо иметь какие-то качества. То есть быть профессором университета достаточно для того, чтобы вводить нам хидуши? Я думаю, что вполне. Я думаю, что если Дима Калашник может делать нам хидуши, то я думаю, что профессор Авиате Коэн, который является Насе Амеркаса Академиша Рэй Мадаумишпад, я думаю, что он вполне может делать. Тем более, что он на самом деле ведь приводит. Смотри, его от себя кино было очень мало. Смотри, я не хотел никого обижать, с Халила. Он говорит. Он же не от себя говорит. Он говорит. Вот есть известный Медраж. Пожалуйста. Он там с носка была, все прочее. Можно посмотреть. Но я с этого начал. Понимаешь? У меня, может быть, был такой же вопрос, который у тебя. Не первый раз я сталкиваюсь с тем, понимаешь, когда я читаю, например, Ханан Парата. Понятно, человек, который иш, да, иш, иш Эра Цисраэль, иш Аганы, иш, который участвовал в Шестидемной войне, иш поселенческого движения, основа Гушимунин. Понятно, что весь его комментарий, он весь пронизан как бы Медражами. Но он из всего этого делает как бы совершенно понятный вывод, который для него. Это дело его жизни. Если ты возьмешь халилдивного человека, возьмешь классический комментарий. Но там ни слова про это просто нет. И все. Это не их жизнь была совершенно. Абсолютно. Знаешь, когда мы видим то же самое в современном мире и в современном Израиле, когда технологии, делание-делание. Смотри, я совсем недавно, совсем недавно, была потрясающая. В израильском телевидении иногда бывает потрясающая передача. Была потрясающая передача про трех человек, которые сменили государственное управление, то есть государственную монополию. Государство передало как бы монополию свою, троим крыльям. Три известнейших как бы олигарха вообще целой эпохи в Израиле. И вот вся история была их взлета, их падения. И ты видишь людей, которые в какой-то момент они настолько заиграли, что они просто понять не могли. Они брали еще суды и им давали это, потому что они понять не могли. Как такое может быть, что они говорят, а их не слушаются? Люди достигли дикой власти. Один из них, кстати, в тюрьму сел. Двое разорились. Но один вот шоу, он как бы до сих пор еще крутится. То есть вот эта вот штука, она, я не знаю, для Нохана, по-видимому, это тоже было. Для нашего поколения? Не знаю, это одна из центральных тем. Вопрос, на самом деле, то, что Натан поднял в начале, он необыкновенно сложный. Потому что действительно, и он возникает уже в Гемарии. Там приходит один ученик, Раби Мейер, и говорит, «А я могу очистить шерц сотни способов». То есть доказать из старых, что шерц чист, он не оскверняет. Шерц – это определенные животные, которые переносят нечистоту. Это не значит, что вдруг неожиданно шерц станет чистым. Он просто может своими логическими построениями доказать что угодно. Как же так вообще говоря? Как мы можем доверять просто логическим построениям? Или доказательствам, которые нам приводят, составляя этот пазл? Там идет речь о галате, а тут, скажем, идет речь о… Это неважно. А тут идет речь о философии, о каких-то моральных выводах. Действительно это большая проблема, и действительно встречаются иногда люди, когда ты слышишь их лекции, и это тебя совершенно отталкивает. Ты говоришь себе, это те моральные выводы, куда он меня хочет подтолкнуть, или тот подход, с которым он все это разбирает, это неприемлемо по многим причинам. Бывает по-разному. Поэтому, на самом деле, эта вещь очень сложная, очень непростая. И Талмуд, Медаш, или Талмуд, я не помню, по-моему, в Талмуде где-то сказано, что можно учиться только у того, у кого лицо, как у божественного ангела. Это, конечно, такое преувеличение. Тем не менее, ты должен чувствовать чистоту намерения человека, внутреннюю честность. А если он это делает из конъюнктурных соображений, или у него есть какие-то собственные интересы, или это тебе кажется неморальным, то ты не можешь этого принять. Дима, вот если мы... Мне кажется, я знаю ответ на этот вопрос, но он очень сложный. Раньше я думал, что человек может делать свои выводы, если он изучил, скажем, весь Талмуд. Я даже вот слушаю лекции Равинов, и я вижу, чувствую, знает он Талмуд или он не знает. Они ведут себя по-другому, разговаривают по-другому. Потом я подумал, что, может, действительно, человек, который живет в Израиле, только он имеет право выводить их души, как говорит Натан. Я думаю, что это тоже не так. Потом я думал возраст. Может быть, человек сто лет... Я упомянул Натан, обзорянный. Да, да, ну потому что ты упор постоянно, что человек только в земле Израиля. Есть мудрецы Торы, живут в Америке, в Лейквуде. Они шикарно дают перуши и знают Тору очень хорошо. И мне кажется, что... Дай секунд, закончу. Не возраст, не 10 лет и не 100 лет. Земле Израиля в Америке. Знает весь Талмуд или пол одного листа. Самое главное – качество Ират Шамай. Человек должен бояться Бога. Да, 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 я согласна. Даже евреи, неевреи и так далее, и так далее. Вот если человек действительно боится Бога, можно ему чуть-чуть давать... Что значит боится Бога? Это тавтология. Нет, это не тавтология. Это очень важно. Что значит боится Бога? Послушай, в Мяшаари, в Мяшаари есть люди, которые... Вот эти сатмары, они не Ирай Шамай. Они жали руки Арафату. Они делали все. Давай сейчас не будем, так сказать, отдельный случай разбирать. Это вопрос. Вопрос. Это тавтология. Что вопрос? Нет, нет, нет. Человек Ират Шамай, он смотрит на мир. Без всяких... Что значит Ирай Шамай? Я еще раз спрашиваю. Я не знаю. Никто не знает волю Всевышнего. Если бы она была известна, если бы она была... Нет, не про волю. А то, что человек... Человек накладывает филин, молится три раза в Миньяне. Послушай, в Тарье, например, в Тарье. Что значит, и они боялись Бога, да? Или что... Авраам говорит, я понял, что нет Бога в вашей местности. Что это все-то значит? Человек должен быть... Это праведность означает. Это означает честность. Это означает способность видеть реальность так, как она есть. Возьмите их с Атумов, да? Они видят реальность, как она есть. Как она есть, послушай. А как она есть? Есть государство Израиль. После двух тысяч лет Господь нас сюда вернул. Кто может этого не видеть? Они этого видеть не хотят. Если Дима... Подожди, если я правильно понял. Дима говорит, да? Перефразируя Диму. Нет никакой проблемы. Поэтому, если находится раввин, ортодоксальный, находится в... Не важно, где он живет географически. Это совершенно не важно, где он живет географически. Но если он мудрец Торы, может красиво построить комментарии, может объяснить Давталмуда, Давталмуда. Но при этом он говорит, я не вижу принципиального значения Израиля. Я не считаю, что там евреи должны быть. Я отрицаю значение Израиля. В моих глазах, в моих глазах он не может быть раввином. Вот и все. Ну, это уж ты преувеличиваешь, но на самом деле... Не надо понимать его позицию. Нет, нельзя его понимать. Давайте, ребят, это у нас длинный спор, мы сейчас не закончим. Его позицию нужно было понять до катастрофы. Сходи в яд вашем, приводи в вас своего раввина и покажи ему. Натан, я тебе сейчас скажу вещь, которую Равширке очень злится. И обычно он даже выгнал один раз человека из занятий. Его спросили, можно такие вещи говорить сейчас или нужно без записи? Может, вы еще запись, да? Господа, если вы хотите слушать продолжение этого урока, пожалуйста, присоединяйтесь к нам в зоне. Выключаем запись. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова